Всем привет, друзья! Новый необычный вечерний Морис! Сегодня мы вам расскажем, что случилось с моей машиной, почему ее нету, потому что вы в каждом видео спрашиваете меня в комментариях, где твоя машина. Лишку пишут, спрашивают, где Артура машина. Везде написывают. Ну давай, короче, расскажем с самого начала, как мы ее вообще покупали. Ну давай, значит, сижу я дома, и мне приходится сообщение ВКонтакте от Артура. Я нашел машину, смотри, какая четкая. Ну вот, чтобы сказать... Для начала надо сказать, что это Audi A6, 99-го года была. Да, ну короче, мы вообще не рубим в тачку. Вообще никак. Не он, не я, мы такие тупые в тачке. В общем, он мне скидывает тачку. Ну что я могу сказать? Я смотрю, она синяя. Синяя? Я ему так и написал, говорю, ну брат, нормально. А она синяя, красава, выглядит нормально. Вообще чуть-чуть, на вид не ховно. Ну в общем, мы поехали в соседний город, мы живем в пары, получается. Да, утром, сколько мы выехали там? В 7 утра. В 7 утра выехали, еще темно было, блин. Да, мы ехали, короче, в соседний город. Ну как в соседний город? Тарту, да. Три часа от Нарва ехали. Три часа мы ехали на автобусе, приехали. И самый прикол, мы едем такие на автобусе, и Саня такой что-то с другом каким-то переписывается, говорит, как проверить типа машину. И друг такой пишет, ну зайди на сайт, посмотри сначала на аварийность, блин, была. А мы об этом даже не подумали, не смотрели, заходим на сайт, вбиваем, блин, а она аварийная оказывается. Блин, я такой, твою дивизию, Саня, едем обратно, поворачиваем автобус. Ну типа, ну поехали, ладно. В общем, приезжаем мы туда, подождали мужика, он нас отвозит на какую-то парковку, на совсем другой машине. Вообще в другое место, далеко от дома, где-то парковка у магазина стоит. Чтобы мы его потом не нашли. Походу, да. Это туалет какой-то. Мы приехали, значит. Мы с ним говорили по-эстонски, по-английски, по-русски, блин, на всех языках. Смех было, да. Потому что он русский особо не знает, поэтому на всех языках говорили. Мы приехали и, значит, смотрим на машину. Ну вроде машину более-менее, он нам говорит, ну прокатитесь. Мы так походили, мы там погуглили за день, что нужно проверить в машине. Там что-то покачали, походили с умным видом, такие, ну руль есть. Мне там Женек сказал, надо открутить у мотора крышечку, куда масло заливается. Посмотреть, нету там белого налета. Что-то еще говорит, типа какого-то налета нету в антифризе, что-то посмотреть. Я посмотрел, вроде так более-менее нормально все было. А, надо сказать, что машину купили за полторы тысячи евро. Это я не знаю, сколько. Сто рубля. Около, наверное, двухста тысяч рублей. Ну так, где-то так. Ну, короче, переливешь потом. Или поменьше. Я не знаю. На монтаже напишешь, где у него здесь. И, короче... Начали кататься. Начали кататься, да. Да. Нас отвезли в какое-то место, типа, где можно будет проверить именно скорость большую, развить. Ну, все, чтобы мы все опять скоростей проверили. Мы поездили на ней, значит, поразворачивались, поглохли. Причем такая тема была, что я как бы ездил, и меня не особо устраивала езда. Я Саню говорю, давай ты прокатись, типа, посмотри. Саня такой, ну нормально, типа. А меня что-то не устраивало, но она как-то, блин, ну, по-моему, не особо хорошо ехала. Что-то там еще звуки какие-то были такие. Вот. И такая тема. Мы выезжаем, ну, поездили уже, типа, такие, и говорим ему, ну, давай скинешь нам 100 евро. Ну, потому что там не работало стекло, правое подъемность. Да, мы же начали проверять, что мы такие, типа, твое окно. В итоге три окна работают, а одно окно не открывается. Стеклоподъемник не открывается, другие окна не открываются, потому что там надо нажать было этот блокиратор на стекле. И держать его. Тогда только откроются стекла. Вот. Из-за этого мы скинули там 100 евро. И, короче, договорились, купили. Потом такая тема. Нам нужно было поехать в банк, оформить страховку. Едем, едем, такие, бам, машина заглохла. Причем километров на 30. Вот километра 30 мы едем, и просто машина наглохнет. Машина, бам, заглохла. Чувак такой в панике, типа, блин, я спалился. Чувак ее заводит, и вот происходит самое забавное. Я смотрю на Артура, он на меня, и тут эстонист такой, да это нормально. Мы такие, что, заведрить нормально. Я в этот момент, у меня просто сердце остановилось, я такой думаю, все, твою дивизию. Мы, короче, тачку потеряли. Ну, на 30 километрах она заглохла. Ну, да. Она, типа, не просто где-то, когда ты уже почти с ней остался, заглохла, как мы нормально ехали, понимаете? Это просто дичь была. Взяла, заглохла тачка, и мы думаем, твою дивизию. Он нам там начал что-то заваривать. Обратно домой, что ли, ехать. И он такой начал говорить, что он менял там бензонасос, типа, что-то не до конца его воткнули, что-то такое. Короче, если уровень бензона на нормальном уровне, тогда она не будет глохнут. Да, а на самом деле, знаете, что это было? Мне кажется, не от этого было, потому что мы поменяли бензонасос, и все равно где-то оставало... До этого было где-то на 20 литрах глохло, 20 литров оставалось. А потом мы подделали, там действительно что-то не до конца входила штучка вот эта в бензонасос. Мы сделали, и начало глохнуть на 15 литров. А оказывается, там на примородной доске стрелочка неправильно показывает, и когда у вас 15 литров показывает, там уже 0 литров, блин. И она постоянно глохла на этом моменте. Вот, и приехали мы домой, такие покатали. А, мы едем такие домой. Я Саньку говорю, блин, что-то мне не нравится эта тачка, что-то она там тарахтит. Выходим, Женьку позвонили, Женек, типа, что там с тачкой-то может быть? Он такой, посмотрите, колесо не сдуто. Мы выходим на трассе, остановились, посмотрели, колесо вроде не сдуто, садимся, блин. Потом, Санек, расскажи, потом. Да, потом мы дальше едем, звоним другу, главное, и звук записываем, вот, который там очень странный звук был от колеса. Значит, все, что нам говорят по телефону, говорят, останавливайтесь срочно, вы, может, сейчас колесо лопнет, вы, короче, сдохнете. Мы, значит, останавливаемся, в панике смотрим, все нормально, думаем, ну, нам все равно ехать как-то надо домой. В итоге поехали, стало нам холодно, мы такие, ну, надо проверить все функции в тачке, там даже подогрев сидений есть, ядрить машину шикарную, там подогрев сидений. Мы, значит, включаем, как я в сидении, с одной стороны работаю. У Санька жопа горит, а у меня нет, у меня не работает. Один работает так, что у тебя просто, просто пукан выжигает, просто выжигает, а ты не можешь сидеть, у тебя потеет все там. А второй вообще не работал, как бы ты ее не включал, мы такие, так, Настя, вы прикольные. А еще мы едем такие, и что-то пить захотелось, и Санеку говорю, Санек, достань там попить в портфеле у меня. Санек такой, а где твой портфель? Я такой, блин, где мой портфель? Я на самом деле до сих пор не знаю, где мы его оставили. Скорее всего, мы в банке оставили. Это тоже так кажется. Короче, где-то он просрал свой портфель. Короче, я где-то просрал портфель, там вода, бутылка была с MyProtein, еще что-то какие-то ручки, ну, какой-то там мелочи какие-то были, просрал это все. Самое важное, я просрал свой найковский портфель, который жил 10 лет, ни капли нигде не порвалось. Нигде. Нигде, идеальный портфель просрал, я жалею об этом. А я не могу покупать новую тачку, туда найдем портфель. Вот, приехали, короче, и потом я ездил, ездил. Что, месяца три, наверное? Ну, где-то два, наверное, да. Вложил я в машину где-то около 200 евро. У меня там оказалось, что не работало. Точнее, мы проверили на компьютере машину, диагностику компьютерную сделали. Оказалось, что там ошибка была датчика, какой-то тепловой там датчик, короче, не помню. И второе, это ошибка заслонки, заслонки какой-то была. Потом разобрали, посмотрели, а там заслонка оказывается от Audi A4, не от Audi A6, а от Audi A4. Выкинули ее, блин, купили новую для Audi A6. Она тоже немало стоила, поставили еще, работа стоила. Ну и как бы потом оказалось, знаете что, когда мы ставили эту заслонку, мастер услышал такой звук. А оказалось, знаете что, что машину надо выкидывать. Потому что там не ГРМ, не ГРМ цепь стучала, а стучал, я не знаю, это цепь каких-то там регулятор распредвалов. Вот так что-то называется. Это в самом моторе цепь там внутри мотора. И вот она начала стучать. Это оказывается, что когда цепь уже, ну как бы разбалтывается, да, со временем, то она начинает друг об друга вот так биться. И этот звук очень плохой, потому что цепь может слететь с мотора и кранты двигателя там помнет клапана и так далее. Вот, собственно, я мог сделать эту машину, естественно, но я не стал запариваться, потому что думаю, что легче новую купить и вообще не запариваться. Поэтому я ее продал и там, ну я дешевле ее продал, на сколько? На... 100 евро. Я вложил 200, на 500 евро дешевле я продал. Получается... На 500 евро, блин, дешевле. За 500 евро он 2 месяца на такси мог. Да, на 500 евро дешевле я продал тачку и как бы желательно новую купить, но я пока что буду копить. Ну да, ну в общем есть такая краткая история. Мы купили полное говно, поэтому и продали. Короче, старые машины лучше не покупать. Какая бы она красивая и не казалась, блин, она уже отъездила, сколько там, 270, либо 280 тысяч километров. Все. Короче, вы должны, либо, если вы покупаете, вы должны разбираться. Да. Мы поехали два таких лоха. Я в тачке понимал только цвет. И Артур так же. Мы, короче, что-то по бумажке там прочитали, просто что-то, что надо проверить то и сё. Мы там походили, покрутили. Ну, вроде едет, заводится, всё нормально. В итоге мы даже, когда приехали, поняли, что она вот там ключ есть, электрический, типа, замок, блокиратор замка. Ты его нажимаешь, и машина должна заблокироваться. Значит, ты его нажимаешь, блокируются все двери. Да, да. Все двери, кроме водительской двери. Вы такие, о, на стену. В итоге, короче, она закрывалась только, когда вставлял. Ну, и самое важное, так как я спалил машину во влоге, блин, там постоянно, например, со школы уходишь, и куча народа вокруг машины. Пацанов, блин. И это стрёмно, потому что могут и поцарапать, там, и что угодно сделать, и поэтому. Ну, узнаваемая моя очень машина стала. Например, едешь такой, и тебе машут. Ну, потому что уже знают, блин, твою машину. Ну, ты едешь, и тебе помидорки. Помидорки, да. Ну, и тебе, да, кирпич в стекло лобовое. Поэтому лучше не палить машину во влогах. Я понял этот урок, короче, принял его, осознал, и теперь все. А так, спасибо большое за внимание. Надеюсь, вы теперь больше не будете спрашивать, где моя машина. Увидимся в следующем выпуске. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok